Красный король и белая королева У скандального вестника революции Владимира Маяковского было много сердечных увлечений, но только двум женщинам Лили Брик и Татьяне Яковлевой он еще и посвящал свои лучшие стихи. Если о первой известно более чем достаточно, то история трагических взаимоотношений со второй до сих пор полна тайн. В один из ничем не примечательных дней, в октябре 1929 года, в маленькой квартирке в полуэктовом переулке, которую Чита Бриков делила с Владимиром Маяковским на радость сплетникам, распускавшим слухи о жизни втроем, произошел инцидент, положивший начало цепи роковых событий. Лили Брик получила очередное письмо из Парижа от своей сестры Эльзы Триоли. Нет, вы только послушайте, что пишет Элочка, неожиданно оживилась она и принялась громко читать вслух. Нет никаких сомнений в том, что на днях Татьяна Яковлева выйдет замуж за Виконта Гюпресси. Каково? Ну что ж, отличная партия для нее, отозвался из-за письменного стола Осип Брик. И только Маяковский не проронил ни слова. Он помрачнел и выбежал курить в коридор, по пути натыкаясь на мебель, словно слепой. На самом деле Лиля Брик тогда все преувеличила. Свадьба должна была состояться лишь через месяц. Но, будучи обиженным на Маяковского, еще бы он посмел не просто влюбиться, но и посвятить даме сердца стихи, хотя раньше делал это только для нее. Она не смогла отказать себе в удовольствии посыпать соль на рану отвергнутого поэта. Позже, узнав об этом, Татьяна Яковлева никогда не простит Брик коварства. И лишь незадолго до своей смерти она неожиданно признается. Я благодарна ей за это. В противном случае я вернулась бы в СССР за Маяковским. Так сильно я его любила. И неминуемо сгинула бы в мясорубке 1937 года. Рандеву в Париже По иронии судьбы Владимира Маяковского, с Татьяной Яковлевой познакомила ее все та же Эльза Триоли. В своих мемуарах она объяснит это просто, чтобы он не заскучал вдали от Родины. Возможно, таким образом она хотела избавить поэта от мучительной привязанности к своей сестре. Так или иначе, но доподлинно известно, что 25 октября 1928 года на шумной вечеринке Эльзы Триоли и ее супруга Луи Арагона они встретились впервые. Поздно ночью поэт вызвался провожать Татьяну домой и буквально через пять минут пути рухнул перед ней на колени, на булыжную парижскую мостовую и стал бурно признаваться в любви. Более того, он настаивал, чтобы она стала его женой и вернулась с ним в Россию. Однако, столь стремительное развитие событий, если и несколько смутило девушку, то большой неожидностью для нее не стало. Это была замечательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Талин тоже красавица, высокая, стройная, под стать ему. Из воспоминаний художника Шухаева, современника Маяковского. К своим 22 годам Татьяна уже знала, что действует на мужчин как наркотик. Высокая, длинноногая, натуральная блондинка с выразительными глазами. Она приковывала к себе взгляды везде, где появлялась. Яковлева родилась в дворянской семье. Получила великолепное образование. Чудом уцелела после революции 1917 года и в 1926 году уехала во Францию по вызову своего дяди, известного художника, жившего в Париже. Во Франции, вылечившись от чахотки, Татьяна начала работать манекенщицей в доме моды Кристиана Диора. И вскоре ее загадочное лицо русского сфинкса уже смотрела на парижан со всех рекламных плакатов. Благодаря связям дяди она быстро вошла в мыши свет. Среди ее поклонников были Вертинский, Прокофьев, Шаляпин. Драматург Жан Кокто был обязан Яковлеву своим освобождением из тюрьмы. Он был задержан полицией нравов после того, как поселился в одном гостиничном номере вместе с Жаном Морре. Узнав о том, что Кокто в Кутузке, почитательница его таланта Татьяна Яковлева тут же поспешила в полицейский участок Тулона и потребовала немедленно освободить своего любовника Кокто, арестованного по глупейшему недоразумению. Перед ее чарами не устоял и великий пролетарский поэт Маяковский. Уже на следующий день после знакомства за обедом в ресторане он взахлеб читал стихи, посвященные ей. Ты не думай, щурясь просто, из-под выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Но хочешь, оставайся и зимой, и это оскорбление. На общий счет, на нижем, я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем, с Парижем. Татьяна Яковлева не торопилась ответить неистовому Маяковскому «да». Они прекрасно проводили время вдвоем. Но одно дело – бурный роман с темпераментным поэтом, а другое – стать женой гражданина Советской России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отказаться от мехов и драгоценностей, вернуться в голодную Москву и поступить куда-нибудь на службу – нет. На это Яковлева решиться не могла. Да к тому же Маяковский во время бесконечных прогулок «нет-нет», да и заводил ее в магазинчике дамского белья или парфюмерии, чтобы выбрать подарок для Лили. И Татьяна понимала – там, в Москве, она может потерять Маяковского, не выдержав соперничества с Бри. Маяковский уехал один с разбитым сердцем. 24 декабря 1928 года Яковлева напишет своей матери. «Он такой колоссальный и физический, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след». Роман в письмах Незадолго до отъезда из Парижа Маяковский оставит все деньги одной из парижских оранжерей, попросив владельца еженедельно присылать цветы на адрес Татьяны Яковлевой. Она будет неизменно получать красивые букеты из роз и орхидей целых два года. И теперь, то ли первый снег, то ли дождь на стекле полосками, дверь стучится к ней, человек, он с цветами от Маяковского. В первое время они активно переписывались. В одном из писем Маяковский откровенно признавался. «Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня молчаливее». Письма Татьяны Яковлевой к Маяковскому до нас, увы, не дошли. Об этом позаботилась Лиля Брик после гибели поэта, распоряжавшаяся его архивом. Последнее письмо, отправленное Маяковским Татьяне, было датировано 5 октября 1929 года, после чего он впал в жесточайшую депрессию. Близкий друг Маяковского Василий Каменский в письмах к матери Яковлевой утверждал, «Одно ясно, Таня явилась одним из слагаемых общей суммы назревшей трагедии. Это мне известно от Володи, он долго не хотел верить в ее замужество, Полонская особой роли не играла. Возможно, Каменский был близок к истине больше, чем все биографы-поэта. «С тобой мы в расчете» Из дневника близкой приятельницы Маяковского Натальи Брюханенко В январе 1929 года Маяковский сказал, что влюблен и застрелится, если не сможет вскоре увидеть эту женщину. В апреле 1930 года Владимир Маяковский покончил с собой. Кто была эта таинственная женщина, которую поэт так хотел увидеть? Или Любриб и свою последнюю музу актрису Веронику Полонскую Он мог видеть, когда хотел, А вот за границу его больше не выпускали, как неблагонадежного. Как говорят, инцидент исчерпан, Любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете, И не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Известие о гибели Владимира Маяковского застало Татьяну, Когда она была уже замужем за Виконтом Бертраном Дюплюси. Позже она говорила, что это было всего лишь бегство от Володи. В 1930 году у нее родилась дочь Фрэнсин, А спустя год Яковлева застанет мужа в постели с другой. Если до этого она просто не любила его, То теперь перестала уважать. И каждый из супругов зажил своей жизнью, Не решаясь на развод лишь ради дочери. Спустя семь лет Яковлева попадет в автомобильную аварию. Врачи буквально соберут ее тело по частям, После тридцати пластических операций. В 1938 году она выйдет из больницы, Чтобы отправиться отдохнуть к морю. Там Татьяна постричает молодого художника Александра Либермана, На тот момент жениха дочери советского посла во Франции Любы Красиной. Несмотря на то, что Яковлева была намного старше, Искра, вспыхнувшая между ними в первую встречу, Зажгла костер любви, Который согревал обоих до конца жизни. Она употребила свою бурную энергию на то, Чтобы создать самое себя. И в этом самознучестве Стала одним из самых ярких примеров того времени. Мы, те, кто так ее любил, Будем очарованы Татьяной до конца дней. Из воспоминаний Фрэнсен Дю Плесси, Дочери Татьяны Яковлевой от первого брака. Жизнь после выстрела. Дальнейшая судьба Татьяны Яковлевой Сложилась на удивление счастлива. В 1941 году, после гибели Бертрана Дю Плесси, Его самолет фашистские зенитчики сбили над Ла-Маншем. Она вышла замуж за Либермана И переехала в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке громкий титул первого мужа Помог ей добиться успеха на новом поприще. Неожиданно для всех Яковлева Стала дизайнером женских шляп И весьма преуспела в этом. Кокетливые уборы от графини Дю Плесси Носили Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Эстелаудер И другие светские львицы. Секрет ее успеха был Не столько в таланте шляпницы, Сколько в интуиции И умении убеждать. Яковлева могла убедить любую стареющую богачку в том, Что новая шляпка сделает ее неотразимой. Они уходят от меня, уверенные в себе, Как призовые лошади. Хвасталась она перед дочерью. Супруги Либерма Дю Плесси Были одной из состоятельных семей в Нью-Йорке. Им принадлежала роскошная вилла в Коннектикуте, В которой они с удовольствием принимали Русских эмигрантов, диссидентов, Писателей, поэтов, музыкантов, художников. В течение прожитых лет В общей сложности мы не были вместе пять дней, Но это были самые черные дни в моей жизни. Из воспоминаний Александра Либермана Второго мужа Татьяны Яковлевой. Татьяна Яковлева не дожила Несколько дней до своего 85-летия. И все это время Она трепетно хранила Пожелтевшие от времени письма Маяковского. Часто перечитывала их И украдкой плакала, Глядя в голубое небо Коннектикута. О чем она думала в эти минуты? Кто знает. Чутье на талант. Всю жизнь у Татьяны Яковлевой Было потрясающее чутье на талант. Это она познакомила в свое время Кристиана Диора С начинающим Ивом Сен-Лораном, Которому в дальнейшем Тот завещал свою империю. В 1974 году в Нью-Йорке С читой Либерман-Дюплиссит Познакомился Иосиф Бродский. Аликс Либерман был первым, Кто опубликовал Бродского на английском языке. Татьяна Яковлева, Впервые услыхав его стихи, Обронила пророческую фразу Помяните мое слово, Этот мальчик получит Нобелевскую премию, Что и случилось с Иосифом Бродским В 1987 году. Загадочная телеграмма Существует дневниковая запись Презента, Повествующая о том, Что Владимир Маяковский Ранним утром 14 апреля 1930 года За три часа до рокового выстрела Поехал на телеграмм И дал в Париж На имя Татьяны Яковлевой Телеграмму. Маяковский застрелился, Но других документальных подтверждений Этой легенды нет.